Всем привет, Аня! С вами Ольга Дуброва, а вы на канале Процветок. И сегодня я вам расскажу про те растения, которые можно забрать с собой в город и любоваться ими всю зиму. Это так называемые горшечные растения. Цветоводство называется по-научному. Ведь мы много растений осенью уносим в виде луковиц, клубней, прячем их там в подвалах, в холодильниках, под диванами, кто во что гораст. А я расскажу о тех, которые нас все-таки порадуют, и не надо их никуда там прятать, а надо ими будет любоваться. Итак, начнем. Конечно же, это всеми вами любимая и всегда пользующаяся большим спросом пеларгония или по-простому герань. Не приносила я ее сюда, она давно уже в помещении, и мы много про нее рассказывали. Конечно, везунчики те, кто живет в зоне ее езда от 9 до 12, поэтому им замечательно. Можно и не выкапывать, можно любоваться круглый год. Ну да, она уходит немножко в состояние такого покоя, когда не цветет, а потом снова наступает цветение. Но мы вносим ее в помещение, вносим до понижения температур, напомню вам, если вы там не посмотрите, с тем, чтобы не было резкого перепада улицы в помещение, ибо тогда она все равно начнет сбрасывать листочки, и они будут желтеть. Это будет не полезнее, это будет просто физиология, стрессовая ситуация такая. Следующее растение – традисканция. Вот она у меня тут, традисканция, присутствует. Здесь она у меня такого цвета роскошного. Конечно, если бы светило солнце, мы бы видели вот эти вот серебристые полоски, которые играли бы в лучах солнца. И очень много различных сортов и видов традисканции, которые поражают наше воображение необычной окраской листвы и характером роста. Занеся ее в помещение, мы сажаем в горшочек, проливаем, ставим, например, как мы любим, на холодильник, либо, может быть, на невысокий шкаф, и любуемся дальше нашей красотой, она будет каскадом не спадать. Либо ставим на какую-нибудь там этажерочку. Что мы будем делать с традисканцией, я вам потом попозже покажу. Сейчас пока идем, перечисляем, перечисляем, перечисляем. Кстати, очень популярна стала именно в использовании в озеленении, в различных кашпо, и даже на почве хорошо она распространяется, просто заросли образует. Когда много света, то и насыщенность окраски, короче, реагирует на свет и меняет свою окраску. И поэтому из горшечной, чисто комнатной, она давно уже стала широко используемой в озеленении. Следующее растение, здесь я вам не покажу, но вы сами посмотрите и поймете, что это снова такая вот круть-круть. И снова же озеленители стали ее привлекать из чисто комнатных растений, сделали уличной. Это растение гипоэстес. Растение в горошек, скажем там. У него многочисленные горошинки, бывают листья нежно-розового цвета, более насыщенной окраски. Все это перемешивается с зеленью, и все это мелким весом обсыпано пятнышками, такими горошками, либо светлого, либо темного цвета. Бывают зеленые листвы и различные ее оттенки. Стебелечки вполне себе такие жестковатые и очень красиво распространяются, хорошо засезонно растают, образуют куртинки. И красиво смотрятся в компании с другими растениями, у которых листья такие чисто зеленые, когда не проходит пересечение этих интересов различных окрасок. Еще одно растение всеми давно известно, это фуксия. Фуксии, когда мы выносим с улицы в помещение, надо смотреть, потому что любят очень фуксию различные насекомые, особенно тля. Весекомые, конечно, вредители. И сначала ей устраиваем такую проверочку карантин дня 3-4, с тем, чтобы посмотреть, может, там вот они там были, где-то уже затесались в пазухе листиков, или в цветочках сидели, и чтобы они показались. Вот мы тут сидим, нам уже тепленькое, сейчас начнем живать. А может, с ней все замечательно у вас, и тогда вы с ней ничего не делаете. Ну, карантин такой проведите, потому что фуксия подвержена, особенно тле, ну и различным другим насекомым воздействию. Поэтому, прежде чем ее заносить в помещение, то, и вот когда вы увидели, что есть какие-то поражения, то надо будет обработать препаратами против насекомых. Следующее растение у меня тут приготовлено. Представляете, это же эустома. Вот какие порадовали цветы, и это еще не самая пышность, такая вот красота. Различные окраски в этом году были. Ну, признаюсь, не буду себе лавры приписывать. Моя подруга вырастила рассаду, а я лишь посадила, ну и в дальнейшем ухаживала. Эустому мы также заносим в помещение. Тут я корешки присыпала, чтобы они не обветривались, хотя влажность высокая. Но, тем не менее, нельзя позволять пересыхать этим мелким всасывающим корешочком. Что мы с ней будем делать, покажу позже. Отдельная история – это то, что касается различных пряноароматических. Вы всегда можете, совершенно безболезненно, и совершенно растение на вас не обидится, и замечательно начнет работать, расти и давать свой аромат. Это пряноароматические, мята, мелиса, шалфей, что вам еще нравится. Если от мяты, отрезаем корневища. Если шалфей, ну это, правда, если большой куст растет, то ничего уже там не поделается. Но если маленькие кустики, можно внести в помещение. Розмарин. Это уж точно тот, который на улице у нас не перезимует. Если те, я вам рассказывала, что их можно просто продлить удовольствие себе пряное, то розмарин в открытом грунте не перезимует. И молодые, особенно побеги, они однозначно рано или поздно погибнут, и все остальное тоже погибнет. Поэтому несем розмарин в помещение и используем по назначению. А это нюхаем мясо, чай, что хотите, втирать, настроение повышать. Да и всякое такое. Если у вас на огороде еще задержался острый перец, его тоже можно перенести в помещение. Но ему, правда, надо будет предоставить горшок побольше, потому что те перцы, которые не миниатюрные, много острых перцев, сорта, которые образуют мощные кусты, даже по сантиметрам высотой 60-80, ну это такие гиганты, ему, конечно, литров 5 понадобится горшок. Если поменьше сантиметра 30-40, то хватит и трехлитрового горшка. И уж поверьте, всю зиму вы будете обеспечены острым перцем и добавлять, и раздавать, и все такое. Потеряла, но расскажу. Гелиотроп. Гелиотроп тоже замечательное растение. Оно на самом деле многолетнее, с великолепным ароматом, запах ванили, меда пересекается в его нотках, и красивые такие щитки соцветия, насыщенно фиолетового цвета, ну в зависимости от сорта, там оттенки фиолетового-синего цвета. Иногда бывает там еще тучечка беленькая в серединке. Поэтому приносите в помещение, обрезаете листья, те, которые поврежденные, те, которые собрались увядать, или по каким-то другим причинам там. Короче, все то, что повреждено, и то, что там поражено, возможно, вы это удаляете. Удаляете те соцветия, если у вас нету цели собирать семена, лишние соцветия убираете, которые начали осеменяться, вам это не надо. Когда вы их удалите, оставьте те, которые в самом цвету, без увядающих цветочков в самом соцветии, и, возможно, вы получите семена. А если другая задача у вас – собрать семена, то вы наоборот удаляете всякие прочие и оставляете центрально, у которого уже увядающие цветочки, и там вы получите семена. А может, а на кой вам эти семена? Просто любуйтесь самим цветком. А где-нибудь там в феврале месяце вы начнете его подкармливать, оно пойдет в рост, и вы нарежете себе черенков, зачеренкуете, замечательно черенкуется, и не надо вам эти семена. Поэтому просто вдыхайте этот великолепный аромат. Следующее растение – замечательная гвоздика шабо, которая напоминает нам те гвоздики, которые продаются в магазине. Красные пролетарские и всякие другие, большая палитра окрасок. Им, конечно, всегда нужна подвязочка, если они не растут в компании с кем-то, кто подставляет им свое плечо. Вот сейчас они цветут и цветут, и если бы не погодные условия, то они бы еще и дальше цвели, потому что это многолетнее растение. Поэтому заносим в помещение, ставим ему опору какую-нибудь и наслаждаемся. Еще можно порадовать себя, ну, вдруг вы захотите, цинерария приморская – это те растения, у которых сизоопушенные листья, такие медвежди типа ушки, называют иногда в народе. Ну, или крестовник еще название такое есть там в южных регионах. И не знаю, зачем оно вам надо, но так как оно многолетнее, можно принести просто серые приятные листики. А вдруг где-то у вас там на балконе прямо такая мини-оранжерейка, и надо сделать вот такую подводочку вот ваши другие растения. К тому же, на следующий год, если вы сохраните и посадите его, перенесете в огород, в грунт, он немножко развалится, но при этом он зацветет, и будут красивые такие щитки желтых цветочков, которые очень любят посещать различные насекомые и бабочки. И снова соберете семена, если вдруг вам надо эти семена. Можно много называть еще таких растений, которые в природе многолетние, или те, которые принято называть горшечными и исключительно считалось комнатными, но теперь используются в озеленении. Это могут быть и бакопа, и дихондра, это ампельные растения, когда-то я им даже показывала и сажали мы вместе. И они также будут красиво свисать. Единственное, что их надо будет немножко подстричь, чтобы вот эти вот кончики, ну, они все равно уже плохо будут развиваться, света недостаток в зимний период. Ну, и чтобы стимулировать цветение различных других побегов, а к весне они начнут давать боковушечки, снова можно бесконечно черенковать. Канну я сюда привлеку, потому что, чтобы вы понимали, канна в своих тропиках, субтропиках, она там растет себе и растет, колосится, и часто используют канну в зимних садах, у кого такие есть, или на предприятиях каких-то для озеленения. Потому что великолепные листья, ампезные, длительное цветение. И цвела бы она еще и цвела, но тут наступает мороз, мы ее выкапываем и храним где-то в прохладном сухом помещении. Ну, не совсем сухом, но вот сохраняем где-то там. А если вы ее посадите, правда, и горшок понадобится тоже большой, литра 4-5 как минимум. Но она, если позволяет помещение, можно поставить ее, конечно, чтобы был доступ света. и дальше будет она расти и радовать своими великолепными листьями, слегка даже напоминающими, возможно, кому-то банановое дерево. Банан. Хотя банан – это трава, что вызвать знали. Ну, на этом я закончу свой экскурс по этим растениям. Вы уже поняли, что можно принести и чем дальше себя позабавить. И теперь остановимся на том, что когда вы вносите растения в помещение, значит, вы должны осмотреть на наличие различных болезней и вредителей и, конечно же, сделать какую-либо обработку. В помещение, когда заносим, естественно, что мы не хотим и не будем в квартире делать какие-то химические обработки. Поэтому я считаю, что можно прибегнуть к препаратам серии Profit. Здесь есть комплекс такой, защита комплексная, содержит композиции различных грибов рода Metarizium и Baviria. И они работают как по листу, так и можно проливать почву. К нам уже вот жидкая форма, очень экономное использование. Один к ста, то есть 10 миллилитров на литр. Кажется, так я посчитала. И проливаем или опрыскиваем. И будет не только гонять наших вредителей и насекомых, но и также будет опосредованно действовать на различные болезни. Потому что все-таки, когда мы пересаживаем, делаем перевалочку, то растение нарушается. У растения корневая система и оно становится ослабленным. А тут из почвы может все, что хотите, прискакать. Поэтому рекомендую такое. Либо чисто, если вы переживаете за здоровье именно растения, чтобы предотвратить появление чего-либо, можно попробовать такой препарат. Это новая линейка энергия роста Аква Триходерма. Здесь композиция грибов рода Триходерма. Ничего плохого они в помещении человеку не сделают. Живые различные корешки, листики они кушать не будут, а будут работать только с различными патогенами. Так, обработали. Ну и давайте теперь подробнее поработаем, что-нибудь посадим. Ну вот, начнем. Лежит, подсыхает элстома. Что мы с ней сделаем? Вообще, положено обрезать, конечно же, то, что увядает. Обрезаем. Это, я так полагаю, был первый цветочек. Когда она еще была молодая. Я его оставлю. Оставлю для того, чтобы с этих, кто я уже ждать ничего не буду. Я вот тут прощупываю. Здесь вообще мягенькое. Здесь тоже не хочу. Оно будет только ослаблять. Подумает, что все осеменилось и хватит на этом. Закончилась жизнь моя на этом белом свете. Обрезаем увядающие. Как бы не хотелось нам любоваться, но для того, чтобы произошла приживаемость, мы это все удаляем. Удаляем, как обычно, вы помните, то, что не оставляем вот такой вот пень, потому что все равно подсохнет и будет некрасиво. Если бы в открытом грунте, я бы сказала, что это источник будет различных заболеваний, когда он будет подгнивать или подсыхать. Так, обрезали. На дно горшочкой, вот, казалось бы, вот такой корешочек, горшочек, но это первого года из сеянца, поэтому он небольшой и немаленький. Но дело в том, что у устома его тоже на второй год достаточно хорошее, крепкое корневище. Так, смотрите, еще вот эти пожухлы я убираю и, пожалуй, я обрежу вот эти и даже эти, потому что предполагаю, что они не нужны, потому что они увянут. горшок для устомы должен быть такой, чтобы без препятствий не подгибая мы могли туда посадить. Конечно же, сначала сделаем дренаж, любой дренаж, который вы можете себе позволить. У меня это вот такой вот керамзитик. Два сантиметра будет достаточно. Мелкая фракция просыпается, поэтому возвращаемся. Мы не хотим, чтобы у нас потом на подоконнике гуляли эти шарики. На дно кладем чего угодно, кусочек газетки, спонбон, кусочек, бумажки упаковочные и снова повторяю вот эту процедурку. Два сантиметра вполне достаточно, чтобы обеспечить хороший дренаж, потому что никто не любит замокания, кроме водных растений. Затем берем хорошо подготовленную земельку, чтобы она была чистая. Плодородия сейчас ей сильно не надо, поэтому никаких удобрений мы вносить не будем. Насыпали. Подрезать нам тут нечего, я не буду подрезать. и высаживаем. Насыпаем. Ставим вертикально. Держим на весу с тем, чтобы сейчас я это все ускорю таким образом, чтобы корень не упирался, не подгибался. Зажимаем так, нащупывая корешок и вот так вот его там фиксирую. С боков фиксирую, фиксирую, по краям почву уплотняю. Тык-тык-тык. И что еще я сделаю? Еще досыплю. Но никогда не насыпаем в горшок столько земли, чтобы при поливе она переливалась через края, потому что всякая бывает ситуация, когда мы не усмотрели, то есть у нас после уплотнения, я сейчас еще полью, должно оставаться полтора-два сантиметра до бортика. Возможно, вы потом еще, во-первых, она просядет, во-вторых, возможно, вы потом в процессе роста еще захотите досыпать, освежить. Может, здесь там что-нибудь заведется, тогда вы верхний слой снимаете, и снова, чтобы было место, куда вам досыпать землю. Все, посадили. И предполагаю, здесь у меня вызрюет семена, она будет расти-расти. В феврале месяце я начну ее подкармливать и заколоситься, и потом следующей весной я понесу ее в огород. Проливаем по краям. земля моя слегка была увлажненная, поэтому полив происходит очень хорошо. Когда земля, которую вы подготовили, сухая, то тогда надо ее в емкости какой-то увлажнить, с тем, чтобы потом она хорошо промокла. Если вы насыпите сухую, вам будет казаться, что все здесь полилось. На самом деле вы прольете только верхний слой, она либо стечет по краям, и там будет вытекать, и вы подумаете, о, все промочила, нет, она стечет по краям. Либо она промочит только верхний слой и не достанет до корешков. Теперь я проливаю поближе к корешку. В помещении, когда вы будете это делать, вы можете своему растению даже занести его в ванное помещение и сделать ему душик. Конечно же, не теплый, но и не ледяной, просто такой приятный, прохладненький душик, с тем, чтобы, во-первых, смыть, возможно, какую-то пыль, каких-то насекомых, растительные остатки, и тогда промокает горшочек очень хорошо, и растение принимает такой душ, и лучше происходит адаптация через глижи, тоже происходит потребление и воды, и всего прочего. Но все, эустома наша посажена. Точно так же мы будем сажать и все другое. Про колиус я вам, наверное, не говорила. Здесь его, конечно, так несла-несла, и, понимаете, не донесла, потому что весь его хрупкий на улице растет, и вот я как его тут поломала такая вот я. Сейчас я вот здесь вот его так вот отберу немножко. Немножко эти корни я подрежу, правда, тут особо и подрезать-то нечего, но тогда, когда я буду его сажать в почву, то они подогнутся, и они уже, возможно, где-то подсохли, поэтому повторяем снова точно такую же процедуру. Керамзит либо любой дренаж и его туда сажаем. Повредило его, был хорошенький. Вот какие побеги отломались симпатичные. Вот такой красивый необычный сорт колиуса. И что мы делаем, когда мы приносим колиус в помещение? Ну, обрезать тут мне уже нечего, но я его, так как он здесь отломался с корневой шеечкой, это очень здорово, это место очень хорошее, из которого все непременно и очень быстро пойдут корешки, даже несмотря на то, что уже осень. Поэтому обрезаю вот так вот пополам. Над верхней такой парой листьев оставляю совершенно маленький пенечек, чтобы он подсох. Эти листики, смотрите, я вот так вот нижние убираю. и даже эти убираю, хоть жалко кажется, но убираем, убрали, и вот у нас получился такой черенок. И поставим его в водичку. А с этим что сделаем, который еще остался, тоже отбираю между узли, делаю такой чик, косой срез, хоть жалко, но вот это убираю тоже. В принципе, тот, кто хочет повозиться, можно сделать вот так. И если бы сейчас, конечно, был какой-нибудь апрель месяц, то успех был бы здесь обеспечен, и мы посадили бы, допустим, в песочке или в ту же водичку. Колеса в воде замечательно дает росточки. Все, я вот эти свои случайным образом появившиеся черенки поставлю в воду. Надеюсь, что через две недели сто процентов будут корешочки, посажу и пусть себе растет. В процессе роста зимой, естественно, колиусы любят вытягиваться. вот этот сорт, он, конечно, такой очень кучерявый, изближенное междоузлие, он будет вести себя более компактно. Поэтому не стесняйтесь в процессе роста прищипывать верхушку, когда уже сильно вытянется где-нибудь там в январе месяце, потому что даже на солнечном подоконнике, если поставите, то дней солнечных зимою маловато. Не стесняйтесь с прищипкой, и он будет очень радовать, как в народе называют его крапивка. Это такой постоянный спутник мещанского дома. И это хорошо. Мне нравится такое растение, к тому же огромное количество различных разновидностей. Так, наши традисканцы. Ну уж такие плети нам не нужны, потому что они все равно вытянутся, поэтому мы их обрезаем. Так, так, насколько обрезать ваше дело, в зависимости от того, какие они пришли к вам в дом с огорода. Ну, как правило, обрезают на одну треть от реальной длины, потому что если больше обрезать, то какой-то вид, зачем тогда несли, если так сильно обрезать, вот такой обрезки будет достаточно и мы по такому же принципу посадим ее в горшочек и поставим куда-нибудь на красивое видное место, лучше солнечное, хотя традисканцы, когда в огороде она растет или где-то в озеленении, то она замечательно переносит и полутень, но то, что касается в помещении, то лучше светлое, чтобы было, потому что там она будет где-нибудь на противоположной стенке от окна, она будет сильно вытягиваться. Все. помните о том, что многие растения могут порадовать нас длинными зимними вечерами и своевременно заносите их в помещение, не дожидайтесь сильного понижения температуры, потому что они будут испытывать большой стресс. если у вас появились вопросы по каким-то другим растениям, пишите, с удовольствием ответим. Не забывайте посещать наши магазины, может там вы найдете что-нибудь, то, что еще не приобрели. И снова же взять его, купить сейчас, с тем, чтобы не тратить время и деньги весной. Спасибо за внимание, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok